Всем чербе, дорогие друзья, видео, скорее всего, получится долгим, поэтому те, кто давно на моем канале, запасайтесь терпением, те, кто просто пришел посмотреть на сухие данные, рост, вес, клиночек по центру, толщина обуха, сведение, я вставлю таймкод, чтобы ваши нервишки не испытывать. А те, кто давно у меня на канале, помните славные времена, когда Тимурка мог 15 минут что-то рассказывать на фоне коробочки, эх, давайте вспомним, как это все происходило под ваш императорский лайк, мы начинаем. Я долго думал, как же мне оформить этот обзор, рассказывать еще раз там историю экстреморацио, в 97 году они появились, там двумя итальянцами это все дело было основано, весь этот славный путь сотрудничества с военными, с чего началось и к чему это все дело пришло. Но были уже такие обзоры, были истории, точнее видео полностью про историю экстреморацио, перемалывать еще раз не очень хочется. Поэтому я решил затронуть свою любимую тему, а именно тему китайских, сука, подделок. Потому что чем дороже бренд, чем дороже нож, тем больше на него выпускается всяких залипух китайских подделок и больше возникает различных людей, блогеров, которые начинают сравнивать и расхваливать китайские подделки. Мол, а зачем платить больше, если вот смотрите, одно и то же, вот точно такой же там зеро толеранс, как и оригинал, даже специалисты не могут отличить. И все истории, вот мы сейчас об этом поговорим. Так получилось, что я в мир ножей пришел через мир часов. И многие нажиманы, многие подписчики моего канала тоже любят и увлекаются и коллекционируют часы, друзья. Многие пришли смотреть мои видео, потому что я делал раньше обзоры на часы. Да, сейчас немножечко угас интерес, я признаю это открыто. Уже около года, наверное, ничего не выходило про часы, только там про фитнес-браслеты. Ну, так бывает, у меня циклично вот интересы меняются, я более чем уверен, что часы опять придут, поэтому не отписывайтесь, все будет хорошо. Вот вопрос к взрослым, состоятельным, состоявшимся, даже так скажу, мужчинам, которые смотрят видео про часы и ножи. Вы часто носите часы китайские залипухи? Под подделки, под роликсы, под что-то еще. Я не говорю сейчас про хамажи, которые просто напоминают роликс, но называется там как-то парнис или поганий дизайн или что-то еще. Нет, вот конкретно, чтобы написано было роликс, чтобы весь в золоте, но на самом деле не роликс. Часто вы такое носите? Нет, почему-то в часовом мире это не очень популярно и не очень уважительно. Из этого всего следует, что часы как-то больше все-таки из мира не инструментов необходимых, а все-таки это для души. Но в ножевом мире как-то все немножко по-другому работает. Многие считают, что нож это же инструмент, а раз это инструмент, как молоток или стамеска, только тогда вот вопрос, а зачем инструменту дизайн вообще? Ну нету же дизайнеров молотков или нету дизайнеров всемирно известных стамесок, но почему-то ножевые дизайнеры есть. Исходя из этого следует вывод, что нож это тоже полуинструмент, а полу вот что-то из мира часов для души, возможно для понтов даже или там для зомби апокалипсиса. Я недавно посмотрел один обзор, где чувачок на полном серьезе, вот говорит, у него там целый стендик с экстрема рацио такой, и он начинает рассказывать, что я вот человек, который занимается ремонтом и заточкой ножей, сейчас вам на простом примере объясню, как наплевательски относится, мол экстрема рацио к своим покупателям, просит за свои ножи такие деньги, и он там начинает показывать, что вот смотрите, вот здесь там как-то завалена заточка, а вот сейчас достаем китайскую залипуху, и вот здесь она не завалена, эта заточка, а нож стоит в три раза дешевле. И такой я мол всем говорю, что если там в случае еще к примеру там с бенчмейдом или с чем-то там сравнивать, не помню, это оправданная покупка, то в случае с экстремой не оправданно вообще ничего, абсолютно покупайте за залипухи, и все у вас будет в жизни хорошо, они лучше, они дешевле и т.д. и т.п. Вот, друзья, смотрите, я честно вам скажу, вот с 2014 или 2015 года, как существует мой канал, уже практически 10 лет, ни разу, никогда вы не найдете ни по часам, ни по ножам, ни по чему-либо еще у меня обзор на какие-то подделки. А знаете почему? Потому что я искренне, вот серьезно вам говорю, искренне не понимаю, как можно носить абибас, как можно носить ролех или что-то еще. Если у меня нет денег на что-то, я покупаю другое, то что дешевле, но нет у меня денег на Омегу, я куплю Кассио, нет у меня денег на Экстрема Рацию, я пройду мимо и куплю себе Бёрд, дочернюю марку Спайдерка, или тот же Ганза, или что-то еще. И буду, возможно, если мне прям так сильно нравится дизайн Экстрема Рацию, копить денежки, и как-то больше, возможно, зарабатывать, но я никогда не пойду покупать китайскую подделку. Пусть она будет даже как две капли воды, понимаете? Вот две капли воды, пусть она будет даже лучше сделана. Но я, как человек, который ценит интеллектуальную собственность, понимаете, я человек творческий. Причем, что самое интересное? То, что люди говорят, вот как этот блогер, хреновый качество, хреновый бренд, который там, оверпрайс, просит большие деньги за свои ножи. Но при этом мы почему-то покупаем подделку на этот хреновый бренд с оверпрайсом, потому что что? Потому что нам нравится дизайн, правильно? Дизайн. А над этим дизайном кучу людей думали, сидели, рисовали эти ножи, чтобы кто-то просто их скопипастил и на каких-то ЧПУ-станках повторил. Вы это все, этому способствуете. Вы платите деньги этим китайцам, у которых даже вывески свои нет. Они пишут на своих изделиях чужое имя, понимаете? Если вы к ножу относитесь чисто как к инструменту, так покупайте себе Ганза 600 серии. Это чисто инструмент, которым вы будете резать. Зачем вам дизайнерские изыски? Вот мне просто интересно. Пользуйтесь своим ножом, как молотком или стамеской. И все. Поэтому люди, которые не понимают ценность интеллектуального творчества, конечно, покупают себе подделки. Они чисто со стороны обычного механика дяди Вани, который закручивает болтики, на гриндере наточил нож. Он видит два одинаковых ножа. Один стоит 100 евро из Италии, а второй стоит 100 гривен из Китая. Он, конечно, купит тот, который за 100 гривен из Китая и пойдет им на рыбалку что-то делать. Ну, не нравится тебе, как сделан оригинал? Ну, не покупай его. Все, пройди мимо. Купи что-то другое. Зачем ты покупаешь дизайн, нравится который, да? Но вот я искренне не понимаю, друзья. Это первое, о чем я хотел поговорить. Никогда не покупайте подделки. Никогда не обманывайте себя. Если вам средство не позволяет, есть всегда отлично. Есть много честных китайских брендов, которые делают отличные ножи. Там те же CGRB, Artisan Cutlery, Enlan. Да их куча с абсолютно разными дизайнами. Пользуйтесь и радуйтесь жизни. Второе, что мне хочется обсудить, это тот странный факт, что я вот сейчас еще немножечко положу. Многие люди говорят о бесполезности тех или иных ножей. Ну, к примеру, Call Steel T-Lite 6 Criss Blade. Это мой личный нож. Я его купил, и я понимаю, что, да, он большой, его не поносишь на каждый день на кармане. Да, у него вот такое изогнутое лезвие. Я не буду им резать помидорчики и огурчики. Я это прекрасно понимаю. У меня есть ножи, мора, опинель или просто какой-то ганзик на кармане, которые прекрасно справляются с нарезанием помидорчиков, огурчиков и вскрыванием коробочек. Так, зачем мне в коллекции 25-й нож, который классно наряжает заят огурчики, помидорчики и вскрывает коробочки? Я умру со скуки. Поэтому есть ножи для бытовых каких-то каждодневных задач, а есть ножи для души, которыми вы, возможно, вообще, если не наступит зомби-апокалипсис, никогда не воспользуетесь. И нужно это четко понимать. Не нужно проецировать ваши бытовые какие-то вопросы с нарезанием пиццы в офисе, офисному планктону и какого-нибудь тела из шестого, который проектировался как современная реинкарнация кинжала милосердия, которым там убивали, добивали людей. Но зачем? Вы же понимаете, что это совсем разные вещи. Зачем вы берете какие-то тактические ножи с толстенными обухами, которыми можно вскрывать люки и говорите о том, что он огурчик подламывает. Да купи ты себе опинель, он не будет подламывать огурчик. Поэтому сегодня на обзоре у нас абсолютно странный нож, который вряд ли будет полезен в каком-то бытовом применении, хотя он вроде с кинжальной формой, но тем не менее спуски от обуха мы сейчас до этого дойдем. И это еще и оригинал. Он дорогущий, он странный, он вообще зачем нужен непонятно. И вот на него мы сейчас посмотрим. Это Extreme Ratio BD2 Lucky в такой вот самой обычной картонной коробочке. Здесь у нас есть также вот такой буклетик, контроль качества, серийный номер. Видите, если есть дефект, номер оффлот, там что-то, запомните этот номер, ну, не важно. Вот он, BD2 Lucky. Абсолютно бесполезный нож из самых простых материалов, друзья. Если его разложить по косточкам, непонятно вообще, как эта компания до сих пор существует. Потому что здесь самая обычная сталь. Да, она неплохая, но она самая... Ой, даже с другой стороны взял. N690. Ну, кого сейчас удивишь сталью N690? Да никого не удивишь. Самая обычная сталь. Закаленная, фирменная, до 58, да, единиц по роквеллу. Кого удивишь алюминиевыми накладками? Не титан? Нет, никакого титана. Тоже никого не удивишь. Кстати, этот материал называется O-Extremoratio Anti-Carodal. Дальше разбираем. Вес 106 грамм, клинок 96 миллиметров, обувь, по-моему, здесь 2,6. Довольно такой не толстый и не ломовитый. И для чего же нужен этот нож? Открывать им люки не получится, потому что он тонкий. Кого-то убивать им, наверное, тоже не получится, потому что здесь тонюсенький лайнер, который это не триадлок, как у колстила. Лайнер при ударе, как вы знаете, на многих ножах складывается. Хотя, хотя, если вы посмотрите тесты в YouTube, то с удивлением узнаете, что очень многие ножи тактические с лайнерлоком выдерживают довольно серьезные нагрузки. Но это уже совсем другая история. Есть два вот таких подпальцевых упора, которых тоже можно использовать в качестве вейва. За карманчик раз, и ножичек разложился. Мало того, здесь даже нет подшипников, друзья, несмотря на то, что это по сути флиппер, обратите внимание на механику. Раз, и не открылся. Раз, ну, сейчас получилось открыть. Покрытие на клиночке Stonewash, написано Made in Italy, BD2 Lucky, номер, интересно, номер здесь совпадает или нет. 8723 что-то здесь написано. На ноже я таких цифр не вижу. Внутри у нас вообще вот эта часть без внутреннего лайнера, просто алюминиевая накладка. С этой стороны лайнер даже не высверлен. Как-то там, ну, выборку какую-то. Всего лишь одна боночка, клипса, максимально простая конструкция, друзья. И зачем же этот нож вам, собственно говоря, нужен? Если вы задаете себе этот вопрос, то он вам не нужен, друзья. Есть ножи, которые гораздо дешевле, с гораздо более интересными материалами, более интересными формами и сладкой ценой. Но блин, насколько же он харизматичный? Вот насколько он харизматичный? Насколько вот этот нож, Тилайт шестой с Крис Блейд крутой. Вы понимаете, вот, да, они как братья, не то, что близнецы, но они ножи из одной вселенной. Той вселенной, в которой не режут помидорчики, огурчики. Той вселенной, в которой не сидят и не душнят о том, что он как-то там что-то могли бы сделать там за эти деньги. нет. Это ножи, существующие в вакууме. Это как идея, это как произведение искусства. Кто-то его придумал, кто-то его выпустил в мир, в свет, а вы уже решаете, нужно вам это, не нужно вам это. Мне кажется, что как минимум один какой-то вот такой ножичек в коллекции оригинальный обязательно нужен просто для того, чтобы он был, чтобы он грел ваше сердце. Если вы этого не понимаете, то это вам и не нужно. И не надо тогда рассуждать о том, что же можно за вот эти деньги купить лучше, а у китайцев за эти деньги стояла бы какая-нибудь порошковая сталь. Ну, каждому свое, друзья. Обязательно напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. А с вами был еще разок. Увидимся. Пока.